Добрый день, уважаемые подписчики и инстаграм-страницы Кабинатики Белинского. Меня зовут Нергустана Юрьевна. Я рада видеть вас на нашем прямом эфире. Сегодняшняя встреча организована в рамках Клуба ТОП совместно с Общественной Организацией Республики Саха-Якутия «Потомки государевых имщиков». Вашему вниманию мы предлагаем беседу, в которой вы узнаете побольше об Организации «Потомки государевых имщиков», о ее создателях и имщиках в целом. И об этом всем расскажет наша гостья, заместитель председателя «Потомки государевых имщиков» Стрекаловская Ирина Егоровна. Здравствуйте, Ирина Егоровна! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Низкий поклон вам от потомков государевых имщиков. Сегодня покров день. Этот покров день пусть оберегает вас от болезней, несчастья и бед. Сегодняшнюю нашу беседу я хочу начать со старинной русской песни, которую пели наши предки. В хороводе были мы, в хороводе были мы, были мы, были мы, были мы, были мы, были мы. Что нам надо видели, что нам надо видели, 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 видели. Мы видали парочку, мы видали парочку, 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 парочку. Встань, парочка, подбодрись, встань, парочка, подбодрись, 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 подбодрись. Влево-вправо развернись, влево-вправо развернись, 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 развернись. Хоть немножко протанцуй, хоть немножко протанцуй, 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 протанцуй. Кого хочешь выбирай, кого хочешь выбирай, 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 выбирай. В хороводе были мы, в хороводе были мы, были мы, были мы, были мы, были мы. Браво, спасибо. Спасибо. Ирина Егоровна, расскажите немного нам о вашей организации, потомке государевых имщиков. Когда и почему она была создана? Республиканская общественная организация потомки государевых имщиков начала свою деятельность 20 лет назад, то есть в 2000 году. Тогда лидер нашей общественной организации Анатолий Анатольевич Добрянцев был главой Хандаласского района. И впервые под его руководством был собран большой фестиваль «Играй, гармонь, живи, частушка» для сохранения исторического и духовного наследия наших предков, государевых имщиков Средней Лены. И вот в течение 20 лет вот этот фестиваль проходил каждый год. Каждый год 20 фестивалей мы провели. Ну в этом году у нас не получилось из-за пандемии, но мы считаем, что 20 фестиваль у нас все-таки зарочно был. Так, и в эту общественную организацию собрались люди, которые интересуются своей историей. Вот кто они такие, как они появились в Якутии, сколько потомков сейчас живут вот на территории нашей республики, чем они занимаются, не знают ли они историю своих предков. В нашей Якутии было 63 почтовые станции, которые основали русские крестьяне, созданные на государеву службу. То есть, например, моего предка Прокопия Филиппова, он обосновался на станции Ой-Муранская, это около Синска, Идяя, вот где-то в том районе. И он не имел права никуда оттуда уезжать. Он 25 лет, как рекрутскую службу, он должен был внести в государевую почтовую службу. 25 лет, но Прокопий Филиппов, он родил 12 сыновей, девочек даже не считают, и он там обосновался, прожил до конца своей жизни. Никто обратно, в основном, из этих русских крестьян не уехал. Эти крестьяне были в Серославской, Костромской, Вятской, Орловской, Могилевской и еще разных губерний нашей Великой России. Вот вся вот эта левый берег Лены, начиная от Витима до Якутска, 63 почтовые станции, в основном были заселены русскими крестьянами. Как интересно, да. Вот скажите, Ирина Егоровна, я знаю, что у вас была очень огромная, шикарная экспедиция, экспедиция, которая соединила города. Вот расскажите нам, пожалуйста, об этом, конечно, очень много было показано и по телевидению, да, и в газетах писали. Вот расскажите вот с живыми, такими вот устами, да. Но вначале я, наверное, все-таки расскажу о том, что с чего все начиналось. Все началось вот с этой маленькой книжки. Называется она «По следам государевых ничеков». Написал ее Соколов Анатолий Дмитриевич, потомок Иландской почтовой станции. Вот с этой книги и началось все возрождение вот истории немщиков Якутско-Якутского почтового тракта. Потому что все, кто прочитал эту книгу, захотел узнать о своих. Вот, например, если вот Иландская почтовая станция там написана, да, ну, заинтересовались. Вот это Журинская почтовая станция, как там было, кто туда приехал, вот эти Петровы, Добрянцевы. Потом заинтересовались вот Покровская почтовая станция, да, при Пузове там жили. Бестягская почтовая станция, очень интересно. И вот все начали писать свои книги и искать своих предков. Но наша общественная организация, первая, ну, это была не экспедиция, а форум у нас был. И была реконструкция доставки срочной почты. Это мы доехали до Сан-Наехтата, это уже Людминский район. И оттуда на лошадях мы проехали 21 почтовую станцию до Якутска. И вот на каждой станции нас встречали жители, люди, которые живут. Но, к сожалению, сейчас многих станций уже нету. Так что тогда было крупнение колхозов, там они всех перевели, переехали. Кто-то совсем в другую местность переселился, это в 50-х годах. Но тут самое интересное было в том, что самые теплые, самые такие встречи были именно на тех станциях, где люди уже не живут. Например, это Тойон-Орлинская почтовая станция, вот кто переехал куда-то, они вот пришли прямо туда. Это был март месяц, они разожгли костры, они поставили самовары, чайники, закипятили со своими вот караваями. И такая же очень такая теплая встреча была еще на Батамайской почтовой станции, это напротив Ленских столбов. Тоже там уже давно люди не живут, нет ни школ, нет жителей. Но есть именно потомки, которые знают, что тут жили люди, которые основатели их рода. Люди, которые были переселены, сосланы на ямщицкую службу в Якутию, остались здесь, переняли язык народа саха, потому что они все говорят на якутском языке. За 250 лет совместного проживания, куда денешься, правда, они женились на якутках, на эвенках. Это показывает о том, что именно настоящую дружбу народа, что надо вместе, дружно жить и выживать в наших климатических условиях. Вот первая экспедиция, вот эта реконструкция прошла вообще на очень высоком уровне. Я ездила туда со своим коллективом. Бабулечки мои вообще такие прямо духотворенные приехали. У них даже вот они забыли про все свои болячки. И мы вот целый месяц, даже, наверное, два, жили под впечатлением вот этой поездки. Когда вот на лошади вот идет ямщик, мы за ней, за этой лошадью на машине. Потом на следующей станции встречает другая лошадь, дальше едет другая. И все во мне передают свою почту. Ну, так и было всю жизнь. Вот почта в Якутии была, Иркутско-Якутский почтовый тракт был основан в 1743 году. А последняя лошадиная почта прошла в 1956 году. То есть более двухсот лет вот почту возили наши предки, да, на лошади. Ну, это достаточно сложная, трудная работа, но наши предки выдержали и оставили неизгладимый след в истории вот в наших районах, в нашей республике. Ну, и потом, в 18-м году у нас мы решили очень большую экспедицию создать. Это посетить все 126 станций от Иркутска до Якутска. Это, оказывается, в Иркутске тоже от Иркутска до Витима 63 почтовые станции. И от Витима до Якутска тоже 63 почтовые станции. Расстояние между станциями от 18 до 23 километров. Вначале, конечно, станций было мало, но потом уже увидели, что эта дорога сложная, лошади не выдерживают. Там по 40 километров им были станции друг от друга, это было очень сложно и для лошади, и для ямщика. И потом между ними начали ставить промежуточные станции. И вот, например, говорят в истории запись, что почта выехала из Якутска в 1943 году, в январе, в 63 градуса мороза. Да, раньше были. Да, такие морозы были. И знаете, что делал ямщик, чтобы не замерзнуть? Что? Он соскакивал саней и лежал рядом с лошади. Потому что, сидя на санях, нужно было напорчить, наверное, замерзнуть. Ну и потом дикие животные попадались, вот в волки, да, в волки. Попадались полыния, вот можно было упасть вот в эту полыню вместе с лошадью, выкарапкиваться оттуда и каким-то чудом не замерзнуть. Потом во время Великой Отечественной войны почту возили в основном женщины и подростки. Тоже было очень сложное время, потому что ямщики ушли на фронт. Вот, Илья Егоровна, скажите, во время вашей экспедиции вы наверняка встречались со многими памятниками литературными, памятниками, которые посвящены ямщикам. Могли бы вы о них рассказать? Вот, ну, когда мы видели что-то ямщицкое, нас всегда это очень трогало, потому что, когда мы выезжали с Иркутска, там есть дорога, он так и называется Якутский тракт. Вот прямо тоже станции и станции идут, а вся эта дорога называется Якутским трактом. Именно в Иркутске была улица Ямщицкая. В Иркутске мы посетили здание почты, которое было построено в 1899 году. Самая старинная, она до сих пор действует. Даже вот лесенки, которые деревянные там, оно двухэтажное, мы даже по этим лесенкам по одному прошлись, походили. Ну, вот такие прямо исторические лица. Потом очень нас удивило то, что там почти ничего от ямщицкой истории не осталось, именно в Иркутской области. Там и песен мало поют про ямщиков, о ямщиках, да, трактовые песни. Там в основном почему-то вот песни, бродяжи песни, каторжные песни, как-то вот такое было. Ну, это, что мы еще там увидели интересного? Это, конечно, в Ленске. В Ленске есть единственный пока в Якутии памятник ющику. Кто-то, наверное, видел где-то, но это тоже вот встретиться именно так с памятником, это очень интересно. Тройка и ямщик. Очень хорошее, дорогостоящее произведение скульптурное, но очень приятно вот это увидеть. В этом году, в День города, мы открыли в Иркутске сквер Ямщика, где до столетия республики будет поставлен тоже памятник. Нам обещает глава нашей республики Айсен Сергеевич Николаев. Вот, ну, в течение вот 20 лет мы, я думаю, что мы очень многое сделали, чтобы возродить вот нашу историю. У нас есть три фестиваля целых. Первый фестиваль, который вот «Играй гормон, живище с утушкой», который 20-й раз будет проводиться. Потом фестиваль «Казачьей ямщицкой песни» 12 июня бывает. Тоже очень хороший фестиваль, 11-й раз в этом году онлайн проводится. И еще есть один фестиваль «Дома дружбы народов», называется «Лети звон губенцов», будет в этом году пятый раз. Туда приезжают носители культуры ямщицкой и исполняют свои песни, танцы. Вот самое главное, чтобы они еще не забылись. Не забылись, потому что они передавались из поколения в поколение, как драгоценные реликвия. Скажите, вот, Ирина Егоровна, можно вам такой задать? Тут такой вопрос. Молодежь ваша, помогает вам более такое молодое поколение? Ну, у нас в Покровске есть молодежный коллектив. У нас в Якутске существует молодежный коллектив «Ямская гармонь». И ведяи, ведяи тоже ребята поют, танцуют, ямщицкие песни, танцы исполняют. Но все равно, мне кажется, со временем человек уже приходит к тому, чтобы прикоснуться к своим корням. Чтобы не быть Иванами непомнящими, да? Потому что, когда прикасаешься к истории своих предков, ты становишься совершенно другим человеком. Ты как-то сильнее становишься, ты начинаешь гордиться своими корнями. И это все передается тоже детям, внукам. Кажется так. Поэтому вот дети, молодежь, они сейчас уже активно во всем этом участвуют. Есть ямщицкие чтения, пишут они работы о ямщиках. Припузовские чтения есть в Лоханане. На Табагинской почтовой станции Соколовские чтения есть. И у нас есть ямщицкие чтения. Кажется, кто-то делает. Какие вы молодцы, какого вас? Миссия благородная, да, что вы несете это людям все, сохраняете ваши традиции, что-то об этом все помните, рассказываете, воплощаете в жизнь. Даже сегодня ваш наряд, Василий, в образе, в новом костюме, вот для коллектива мы шили новый костюм, пока мы не уйдем еще. Вот первый раз я у него вышла, потому что в связи с пандемией мы нигде не выступаем. Очень жаль. У вас сегодня вот выход такой. Ну еще я рассказала о том, что мы восстановили верстовые столбы, вот фактически во всем Хангаласском районе, в Алюпинском районе, в Ленском. И даже в Иркутской области уже 18 верстовых столбов установили. Трагическая судьба у наших верстовых столбов, потому что, когда пришла Октябрьская революция, они были все уничтожены, сожжены, потому что они напоминали самодержание верстовой столбы. И даже вот в Алюпинском районе были расстреляны немщики за то, что они говорили, мы государевые немщики, мы царя никогда не предадим. Потому что немщики, наши предки, они давали клятву царю, что они будут за него всю жизнь работать за царя, за государя. И вот поэтому мы нас называли государевыми немщиками. Мы с гордостью говорили, что мы государевые немщики. И как-то они привели, были ровно были маленько, им давали обмунирование, чтобы и вакалуту, лупы у них у всех были. У старост были часы хорошие вот эти носили. Потому что вот очень четко шла почта, потому что немщик никуда не должен был заезжать, именно сразу до следующей станции. И вообще без остановок он должен был, не верится. Чтобы надо довести до почты. Да, довести почту, секретная почта была частенько. Как интересно. И вот скажите, вот еще такой вот вопрос. Вот вы, как говорится, вы побывали в разных городах, принимали участие в различных форумах, да, таких крупных. И занимали там даже какие-то призовые места. Ну, мы, конечно, в последние годы очень много занимаемся пропагандой и популяризацией нашей ученической культуры. Всем очень интересно. В прошлом году мы участвовали и в Нижнем Новгороде на фестивале «Радуга России». Именно у нас была песня из Нижнего Новгорода, которую привезли наши предки. И Макаринская ярмарка у нас есть песня из Макаринской, о Макаринской ярмарке. И когда мы все выступили, вот организатор вот этого фестиваля, да, хорошо, прямо со цены сказал, что мы хотим, чтобы бубенцы, ящицкие бубенцы звучали долго и звонко. В общем, это было для нас очень хорошее пожелание. Им очень интересно, вот сколько почтовых станций было, какие фамилии туда заселялись. А в конце 19-го года мы были в Ярославской области, именно тоже в городе Гаврилов-Ям, который вот тоже сохраняет ящицкую свою культуру. Но у них ящики 1500 в каком-то году уже были. Конечно, там все было очень рано, да. И у них вот возродить было, наверное, намного сложнее, чем нам. Но у них есть очень хороший музей, есть каретный двор, столько там этих колес, этих хомутов всяких разных. И дети тоже, дети занимаются вот этим, историей своих предков ящиков. И библиотека тоже вся пропитана вот этими ящицкими раритетами. И потом прям-то там по бегущей строке мы идем, а там вот пишут, к нам приехали потомки ящиков из Якутии. Было это очень приятно. 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 И приходили, да, с вами уже поздороваться, пообщаться. Да, вообще очень много вопросов было. Они жалели, что у них песни потеряны. У нас вот, ну, все-таки мы живем как-то вот обособленно, да, и сильно никуда никто не уезжал, не принеслась. И поэтому у нас вот эти песни ищицкие сохранились, и они прямо удивляются. Вот каким образом вот эти песни были сохранены как-то предстоящее время. Я, давайте я немножко спою вот это именно о Макаринской ярмарке песню, да. Ну, история этой песни очень трагическая. Вот Макаринская ярмарка, она была, вот, Нижегородская, самая большая ярмарка. И там вот однажды на, прямо на этой ярмарке убили девушку, ну, какого-то отца. И подумали на жениха, который должен был вот жениться на ней вот только. И вот такая песня. Ой, подлипой, подлипой, да, Под кудрявой зеленой, Под кудрявой зеленой, да, Сидел молодец такой. Сидел молодец такой, Да, не женатый холостой, Сидел молодец такой, Да, не женатый холостой, Не женатый холостой, Держал гусли под полой Нежно ты холостой Держал гусли под полой Ой, полой, полой, полой Да под правою стороной Ой, полой, полой, полой Да под правою стороной Вы сыграйте гусли мысли Я вам песенку спою Вы сыграйте гусли мысли Я вам песенку спою Я вам песенку спою Да про женитьбу про свою Я вам песенку спою Да про женитьбу про свою Как женили молодца Да в чужой дальней стороне Как женили молодца Да в чужой дальней стороне В чужой дальней на сторонке Макарьянской ярмарке Макарьянской ярмарке У сафронного купца Да потерялась дочка Ой, дочка, 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 да Что не маленькая Она сто рублей не стоит Мало тысячи одной Ой, подлипой, подлипой, да Под кудрявой зеленой Под кудрявой зеленой, да Сидел молодец такой Такая историческая песня, которая пошла Они очень удивляются, как это на краю земли В Якутии знают и поют эту песню Там вообще это для них очень, это Не то что интересно, вообще непонятно Понятно А вот, мне знаете, интересно Я в свое время тоже училась в Улан-Де Восточно-Сибирском государственном институте культуры Там тоже такое понятие, как семейские Там вот семейские песни, семейские обряды, вот обычаи И, естественно, у каждого народа Очень много похожего Мы же ездили, мы ездили на четвертый международный фестиваль Семейская клубовая Она тогда была, как-то назывался, да Ну, за четой там, в общем, лагерь В лагере там все приехали Вот эти семейские интернективы с Бурятии, вот эти Забукалия И мы туда, в общем, решили туда поехать, принять участие Им было тоже очень интересно Но самое удивительное было то, что они тоже были перестелены в середине XVIII века В одно и то же время они в Забукали приехали Тоже русские люди, староверы, они нас направили вот в Якутию, да И потом они сказали Ну, мы начинаем наш фестиваль с нашей хороводной песни И начинают петь нашу песню В хороводе были мы, в хороводе Знаете, песни тоже одни и те же Одни и те же, только они немножко по-другому поют Своё, именно сибейское У них вот этого молодого чуманчика они знали Вот из нашего репертуара Молодку тоже они знают Тоже они из России эти песни привезли И мы тоже до сих пор знаем Но очень голосистые руки У них красивые голоса Удивительные Они спеваются Вот эти родушки тоже основные Возрастные коллективы И вот сидишь и заслушаешься Вот поэтому вот эти низкие мы познакомились В Ярославской области мы были В Нижнем Новгороде мы были В Крыму выступали мосты народов, мосты России тоже К нам приехали потомки Мщиков из Якутии Всем это очень-очень интересно И потом даже земляки тоже из Якутии Кто отдыхал там в Крыму Они подбежали к нам, когда мы спели Ну так своих считаем Очень-очень И вообще За 21-м, конечно Вот сейчас Четвертая книга Сокового вышла Когда мы с ударили В Якутиков Именно в пятницу То он получил 200 экземпляров Потом мы Впервые тоже Была напечатана Напечатан песенник Песня Явщицкого тракта Песня Явщицкого тракта В котором мы Собрали Вот эти песни Которые Припоют Иркутско-якутский Почтовый трак Там и чистушки Там и всякие Ага Это Тоже 100 экземпляров Этой книги Мы еще Распечатали В этом году В юбилее Потому что Книги Сразу Махом Раскупаются Ирина Егоровна Вот сейчас Поступил вопрос Расскажите Пожалуйста О памятниках Посвященных Ямщикам Есть ли они И расскажите О ваших корнях Ну памятники Я же рассказала Что у нас Единственный памятник Есть в Ленске Тройка С ямщиком Вот только И памятник будет В Якутске Надеемся В 2022 году К столетию республики Так Ну Мои корни Да Мои корни Вот Я уже говорила Что на станцию Оймуранская Был заселен Прокопий Филиппов Из Ярославской Губернии Он приехал туда С семьей С семьей Уже несколько сыновей У него было И Всего Он родил Уже Вот в Якутии Всего Было У него 12 сыновей И Один из его Сыновей Фокей Вот мой Прямой Родственник Ну Прощук Назвается Филиппов Фокей Прокопьевич Фока Правда Вот такого имени Ни у кого У нас нету Потому что Ну Заринное Забытое Русское имя Вот это От Фокея Пошли Мы И Нас В деревне Вот этой Оймуранской Называли Фокейками Вообще В этих Ямщицких Семьях Было Очень много Детей Они рожали По 10 По 12 Детей По 14 Да Потому что Ну Я не знаю Природа Так сделала Наверное Что все таки Они заселились Остались Тут У них было Очень много Детей И Если там У кого-то Детей нет Из этих В общем Многодетных Семьи Брали на Распитание Таких Очень много Даже Вот Добрянцев Анатолий Анатолий Он тоже От Филипповых Но Вот От Филиппов Его В общем Прадедушку Взяли На воспитание Филиппова Ага Бездетные Филиппова И Добрянцевы И он Стал Добрянцевым Ну В общем Вот таких Корней Очень много А так Вот 12 Вот этих Сыновей Все Вот эти 12 Сыновей И очень Много Филипповых Родилось В этом В этом Месте Да Я помню Что я В 79 Году Поехала Синскую Среднюю школу Вот с проверкой Я работала Тогда По-русски И В одном Классе Было 13 Филипповых Все Филипповых Это все Были С деревни Едя И они Приезжали Туда Там Филиппов Алексей Первый Второй Третий Филиппово Шли Шесть Половозрастных Мужчин Которые Должны Были Жениться А Жениться Друг на Друге Нельзя Близко Тоже Уже Все Родственники И Вот Они Отправляли Вот Этих Мужчин Молодых Горный Вилюйский Верхний Вилюйский Районы Чтобы Они Привезли Оттуда Своих Невест И Именно Вот Филипповы Род Филипповых Они Первыми Женились На Якутках На Якутках Вот Так и Пишут Что Самая Первая Фамилия Жениться Вот В этой Филипповы Первыми Женились На Якутках И Получились Люди Похожие На Меня Их Называли Баганайдар Сахалярдар Вот Так Нас Знает Но Мы Сейчас Дородимся Что Мы Потомки Насударевых Лукщиков Что У нас Есть Корни Интересные И Что Мы Интересуемся Именно Историей Своих Предков И Сейчас Филипповы Они По всему Миру Разбросаны И Когда Узнают Что Мы Нашу Культуру Возрождаем Они Очень Интересуются Приезжают Подходят К нам Какие-то Исторические Материалы Берут Книги Покупают И Всем Это Очень Интересно Вот Я Может быть Тоже Есть Потомки Мира Ерщиков Да И Можно Подойти В Дом Дружбы Народов Я Там Работаю И Поинтересоваться Своими Корнями Есть Очень Много Книг Вот И Такая Книга У нас На Продаже Стоит Иванка Янчицкая Есть Вот Эти Все Книги Соколова Есть Вот Последняя Книга Агдака Называется Раньше Вот Эти Манджигарские Наследа Очень Интересно Все Вот Эта История Распанавливается В Дружбе Спасибо Большое Ирина Егоровна Наша Встреча С Вами Подходит К Концу Вы Нам Всполнили Очень Сегодня Много Песен Вообще Бог Троицу Любит Вот Вы спели Две Мы хотим Еще Третью Можете Вашу Самую Любимую Любимую Самая Наверное Любимая У нас Самая Приятная Знаете Вот В работе С моим Коллективом То Что Насчет Репертуара Беспокоиться Не надо Мы поем Только Песни Которые Пели Наши Бабушки Про Бабушки Благодаря Наверное Господу Богу Благодаря Нашим Именно Бабушкам Вот Эти Песни Сохранились И Когда По Атракту Едем Вот Почти Везде Слышали Слышали И пели Вот А Вот Эту Песню Бабушка Когда Пела Вот Эту Песню Дедушка Любил Называется Он Молодой Чуманчик Чуманчик Это Мальчик Который Добывает Соль Ну Представьте Тоже Очень Сложная Эта Работа Добывает Соль И Она Вот Не только Про Этого Мальчика Про Жизнь Даже Чисто Какая Философская Песня Молодой Чуманчик Молодой Чуманчик Чего Зажурился Чего Зажурился Из Дорожки Збился Чего Зажурился Из Дорожки Збился Тού Дядька с мамкой померли, а я не жанился. Пойду в чисто поле искать себе долю. Пойду в чисто поле искать себе долю. Не нашел я долю, нашел рыболю. Не нашел я долю, нашел рыболовлю. Рыболовцы, хлопцы, удалые молодцы. Рыболовцы, хлопцы, удалые молодцы. Вы закиньте сети через быструю реку. Вы закиньте сети через быструю реку. Вы поймайте долю парню молодому. Не поймали долю, а поймали щупу. Не поймали долю, а поймали щуку. Щука рыба бьется, в руки не дается. Щука рыба бьется, в руки не дается. Молодому парню доля не найдется. Ирина Егоровна, что вы можете пожелать нашим подписчикам? Такой светлый день, несмотря ни на какие трёхности. Ну, что я хочу пожелать? Во-первых, я хочу, чтобы в нашей Якутии всегда были мир и согласие. Вот такая же дружба русского народа и якутского народа в нашем случае. В случае с имщиками, да. За 200 лет совместного проживания мы переняли язык народа Саха. Мы создали интернациональные семьи. И всю свою жизнь будем мы стоять за дружбу между народами нашей наконациональной республики. Ну и хочется, чтобы вот это время ограничения нас во встречах, мероприятиях поскорее пусть закончится. И мы с вами будем посещать наши мероприятия Дружба народа, нашей общественной организации потомки государевых немщиков. Ну, в конце ноября, в начале декабря у нас всё равно в онлайн формате пройдёт 20-летие общественной организации потомки государевых немщиков и 5-й республиканский фестиваль немщицкой культуры «Лети звон бубенцов». Участвуйте, принимайте участие и смотрите наши программы. Спасибо большое, Ирина Егоровна. Благодарю вас за очень интересную, познавательную беседу, такую тёплую. Вот у вас, вы сегодня говорили, у вас буквально глаза светились, и вы пели песни, и на душе было так хорошо. Я думаю, такие же ощущения были у наших сегодня слушателей, наших подписчиков. Уважаемые подписчики, на этом мы завершаем наш прямой эфир. Большое спасибо вам, Ирина Егоровна, наши уважаемые читатели, что слушали наш прямой эфир. Берегите себя и своих близких. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok